Несколько сотен предложений на рынке труда для граждан Украины. В Центре занятости прошла ярмарка вакансий. На встрече с потенциальными работодателями иностранные граждане могли задать волнующие вопросы и узнать всё о будущем трудоустройстве. Валентина Чибичев продолжит. Найти желаемую работу и вернуться к трудовой жизни. Для граждан Украины организовали ярмарку вакансий. В Центре занятости им всегда готовы помочь, ведь иностранным гражданам устроиться на работу значительно сложнее. Для нас это тоже важно, с одной стороны, соблюсти нормативные правовые требования, а с другой стороны, мы всем вам говорим, приходите к нам, даже несмотря на то, что есть или нет этих статусов, приходите, мы вас будем принимать, разговаривать, записывать, пробовать найти работу. Как оказалось, большинство пришедших на ярмарку – люди рабочих специальностей, которых, как известно, не хватает в округе. Тут же за столом сидят и работодатели и озвучивают списки вакансий. Сегодня 15 организаций и учреждений готовы предоставить более 300 рабочих мест. В некоторых населённых пунктах даже с жильём. Крупнейший работодатель – сейсморазведка, готов даже обучать новичков. Простым рабочим от работы в год начинаем учить на грудников, на бурильщиков. За счёт предприятия через год можно уже повышать квалификацию. Это совершенно существенный скачок заработной плате. Если рабочие у нас простые, вот эти, второго разряда, неквалифицированные, получают примерно как даятка, без хороших удовек, то взрывник уже вдвое больше. Зарплата в сейсморазведке действительно неплохая. Однако надо быть готовым без выезда жить в тундре с декабря по апрель. Вообще же средний заработок по имеющимся вакансиям – от 20 до 30 тысяч рублей. Поэтому ждать за облачных зарплат нет смысла. Лучше приложиться и усилия к поиску работы, считаю специалистой Центра занятости. Составили резюме, разнесли по всем предприятиям. Ну, вроде в Сбербанк России нас берут. Сейчас проходим спецпроверку, ну и ждём звонка. А на какую должность? В должности у них ведущий специалист и специалист по работе с частными лицами. Зашла речь на ярмарке и о пособиях. Но на выплату в размере менее 5 тысяч рублей, во-первых, не проживёшь, во-вторых, выплачивать их будут в зависимости от статуса. В таком случае даже самая простая работа поможет человеку освоиться в новом месте и улучшить материальное положение.